Ливень создал трудности не только на улицах города, но и в квартирах челнинцев. В третьем блоке дома 3813 произошел потоп. В основном пострадали верхние этажи. Жители подсчитывают убытки, а также призывают управляющую компанию решить проблему водостоков, из-за которых они сталкиваются со стихией уже не в первый раз. Вон вода, себя видать. У меня же вода. Полный. Гульшат Шахиева вспоминает прошлую ночь со слезами на глазах. Накануне вечером после сильного ливня по стенам потекли ручьи. Пока хозяева ликвидировали последствия на кухне, потоп начался и в санузле, и в других комнатах. Вместе с дочерьми женщина собирала воду по квартире и сегодня. Натяжные потолки обвесли, все обои отклеились, вся мебель у нас набухла от всей этой воды. И линолеум поднялся. Всю ночь ливень шел, и, соответственно, мы все это время убирали воду. Всю ночь. Вода бежала не только в квартирах, но и в подъезде. Ситуацию усугубило замыкание в щитке на 10 этаже. Жильцы обратились за помощью в МЧС. Стою с этим маленьким ребенком, я кричу, пошел ток, у нас же замкнуло, и ток. Кричу, помогите. А он говорит, вы что, вы горите, что ли? Огня, говорит, нет. Огня, говорит, нет. Мы отключили именно нашу квартиру. Успели отключить, и только отключили, в общем, была вспышка, и уже выбил просто весь дом. В соседней квартире в момент потопа никого не было, рассказывают жители. Вода, которая набралась за ночь, спустилась в квартиру этажом ниже. По словам ее хозяев, они только недавно поменяли обои и линолеум после предыдущего потопа. У нас второй раз было. Ну, первый раз я, ладно, промолчала, потому что здесь чуть-чуть было, и это на кухне чуть-чуть. Я, ладно, промолчала, но в этот раз я уже молчать не хочу. Извините, последние копейки вот отдаешь, и вот это. Вот я это заклеил в прошлый год. Вот они все новые, сейчас все опять менять. Все. А я сейчас слепой, инвалид второй группы. Какой я хрен? Людей нанимать. Она как я вшита. Управляющие компании «Махаля», на балансе которой находится дом, грешат на обилие осадков и ливневую канализацию, которая не справилась с нагрузкой. Сегодня сотрудники ЖЭКа все восстанавливают. Ливневая канализация полиэтиленовая. Просто из-за обильного дождя она не справилась с объемом воды. И произошло то, что фасонные части друг от друга отсоединились. На сегодняшний день работы продолжаются. В дальнейшем после актирования мы будем принимать решение о возмещении, о восстановлении. То есть эти мероприятия будут производиться в полном объеме. Жителям возместят ущерб. Что касается водостоков, то, по словам руководителя «Махаля», их восстановили еще накануне вечером. Однако такой способ не дает гарантии при следующем потопе. Предполагается, что трубы заменят на стальные при капитальном ремонте дома 38-13. Но сроков его проведения нет даже на уровне планирования.